Они мне жизнь испортили. Я потерял работу, я все потерял. Меня сразу уволили, не глаза, ничего, без глаза, куда, говорит, я не хотел даже жить. Но когда дети и жена пришли, начали просить, пап, ты не думай ничего. В августе месяце головные боли появились с левой стороны. Я обратился, ну, с женой обратились в терапинку знакомую. Она говорит, давайте в ухо, в горло, в нос, обращайтесь. Ну, мы поехали в эту, как ее, через дорогу, в частную поликлинику. Он же писал, вот завтра приходите в третью больницу, в БСМП, и мы там все порешаем. Ну, мы с женой, дочка подсоединилась, мы поехали все туда. Приехали туда, начали, в общем, он мне рентген сразу. Я прошел рентген, и он меня позвал в кабинет, где они, видно, оперируют туда. Я сел на кресло, они мне пробили. Пробили, но я ничего там, так, не было такого, как было после 4-5 числа. Ну, ходил на процедуре. Пятница завещает, что уколов больше нет. А как уколов нет, если я только 4-3 дня прокололся? Ну, жена же там узнала о них, и здесь же развернулась, побежала, купила эти уколы. В субботу прошел все процедуры, обратился к дежурному врачу. Этот посмотрел на меня, выслушал и сказал, говорит, мне указаний не было, я ничего делать не буду. Я ему сказал, что глаз запухает, я делать ничего не буду. Ну, ладно, что, к кому обращаться? Развернулся, пошел домой, процедуры прошел, уколы получил, пошел домой. В воскресенье глаз лучше заплыл. Уже видите, знаете, вот только подниму вот так, эту, тогда только вижу. И вечером, до вечера, второй же, в воскресенье, так же, он мне сказал, говорит, придет завтра ваш лечащий врач и пускай смотрит. Я ничего, указаний не был. Ну, ладно, не было и не было. Но я не думал, что я лишусь глазу. Приехал домой вечером, сидел на диване, смотрел телевизор. И сверху, снизу наверх, меня глаз видеть не стал. Глазом мне, ну, лечили мне, как, в процедуре кукушку, вот эти магниты. Паром заходил. А потом они мне сразу отменили. Я не ходил больше после этого. Когда осыпал, они мне все процедуры отменили. Третьего числа. Такой хруст был. Ну, и вот это же, видно, задел тройной нерв. Мы заходили в компьютер, ездил, уже обращался к врачам. Я же ездил в Волоград с глазом два раза. Туда мне документы, чеки есть. Проверяли, меня проверили там от ног до головы. Сказали, мы сделать ничего не будем. От воспалительного процесса вотнула сетчатка. И вы, говорит, видите, уже не будем. А второй раз поехал в Волоград. И мне сказали, немедленно глаз удаляйте. Это замедленная бомба. Может пойти на второй глаз. Шестого числа утром пришел в больницу. Его еще не было, Саенко. Я спускаюсь вниз, ну, на процедуре еще. Саенко идет навстречу. Я говорю, вот видите, как вы хорошо лечите. Я говорю, кажется, ослеп. Он меня быстро, здесь же поднимаемся, все, с процедуры у меня забрал. И пошли мы их оправлять на третий этаж к глазному. Когда я зашел к глазному, он меня посадил на стенд и говорит мне прямо в глазах. Вы видеть левым глазом уже не будете. Я сразу, что, неужели ничего сделать нельзя туда-сюда? Нет, нельзя. Тогда меня, в общем, Саенко вложит в вторую палату, кажется, или я не помню, какая, напротив, на ступеньке, поднимаемся. Он вложит меня туда. Сделали мне укол под глаз. Говорят, чтобы глаз не высох. Но все равно этот глаз начал усыхать. И я пролежал две недели. Мне лучшего, ничего не было. Ничего. Я подходил, говорю, меня возили к неврологам. Я подошел к Саенко и говорю, почему вы не хотите лечить, что вам сказали неврологи? А бумага есть. Неврологи там нам писали на бумагах. Какие процедуры надо делать и чем надо лечить? Он говорит, будем в последнюю очередь этим лечить. Что они сказали? Я удалил глаз. Пишу дальше всем, прокурору, всем. Приходят бумаги, правильно лечили? Здравоохранение, я прихожу. Вы подписывали бумаги, что правильно лечили? А это, говорю, правильно лечили? Глаз показываю, правильно лечили? Щеку свою показываю, что второй год я лечу, я не могу ее довести до ума. Обращался к неврологам. Лечился я, говорю, начал эти гулкалы у меня делать. Мне так подсказали. Потом блокады делал. Прокуратуру, следственный комитет я был, здравоохранение, страховую. В страховую пошел, три месяца я там ждал. Три месяца. Через три месяца бумага пришла, вас лечили правильно. Давай здравоохранение писать. Здравоохранение, ну как адвокаты сказали, здравоохранение, тоже два месяца прождали. Прихожу, правильно лечили. Прокуратуру тоже самое. Месяца два или три даже прошло. Ладно. Нормально, говорю, наша прокуратура работает. Я приходил с ними ругаться, прокуратурой. И говорил, это плохо кончится, говорю. Вы, говорю, занимаетесь не своим делом, вы людей вообще не слышите. Я им так и говорил. Я, говорю, буду писать дальше. Я написал еще в прокуратуру, еще в прокуратуру. Сам прокурор города, нашего Ладонска, вызвал. Мы жалобу написали. Жалобу с адвокатами написали. Я отдал, а потом они эту жалобу и забрали у меня, спрятали. В прокуратуре. А когда я президенту написал, после этого они все зашевелились и говорят, мы взяли все под контроль. Я не раз, раза четыре уже ходил в прокуратуру, они там кабинеты все позакрывали. Я потерял работу, я все потерял. Меня сразу уволили, не глаза, ничего, без глаза. Куда, говорит, они мне жизнь испортили. Ну, правда, жена молодец у меня, дети молодцы, жена молодец. Они там все в больницу вытоптали, пока я лежал в больнице. Я не хотел даже жить. Но когда дети и жена пришли, начали просить, пап, ты не думай ничего. Справедливости хочу. Справедливости. И чтоб попризнавались, как они это все делали. Справедливости. Справедливости. Продолжение следует...